Всем доброго времени суток, с вами Лисон Роуз, берусь в клуб романтической легенды Ивы, у нас сегодня пятая серия, последняя из вышедших в дом обновлений, поэтому надеюсь, что она будет захватывающей, потому что следующего ждать еще очень-очень долго. Надеюсь, не очень долго, мы все с вами верим и надеемся, что скоро объявят, когда будет обновление, может уже к моменту, когда выйдет эта серия, будет известно, когда выйдет обновление, обязательно сообщите мне, хотя я и так слежу в целом за группой. Не суть, ладно, погнали. У нас события начали, наконец-то, развиваться, ученик Шонова очень быстро. Что будет сегодня в этой серии, я даже не знаю. Мэй не верит, но ее убеждают. Вот эти вот тезисы перед каждой серией, они такие нелепые, я прям не могу. Ну, погнали. Мэй, как воет ветер осенний, тогда лишь поймете стихи мои, когда заночуете в поле. Мэй украдко сделала несколько глубоких вдохов-выдохов в попытке не выдать испуг. Сохранив видимость спокойствия, она даже смогла улыбнуться. О ниндзя ходит много слухов. Не поддержав разговор, Кадзу рассеянно кивнул. Его мысли явно были заняты чем-то другим. Девушка бросила взгляд на мужчину, которому доверила жизнь, про себя добавила. Все эти слухи мрачные и окутанные зловещими тайнами. О синобе, крадущихся ниндзя, рассказывали много историй, однако мало кто мог похвастаться личным знакомством. Легендарные наемные шпионы и убийцы славились не только невероятным мастерством и нечеловеческими способностями, но и безжалостностью, жестокостью. И вот один из них стоял прямо перед Мэй. Окончательно взяв себя в руки, она заключила. Хотел бы убить или избавиться, не намеревался бы везти в свой клан. Я не думаю, что он нас хоть как-то боится, честно. Хотя мы вроде как магией владеем. Хотя ему все равно непонятно, правда, почему. Все еще, даже несмотря на то, что у него есть типа друг-колдун. Тут же предательски мелькнуло. Наверное. Ее спутник коротком отнул головой, откинув с лица непослушную прятку волос. Отсюда вниз по реке, затем поднимемся в горы. Он глянул на бледные тени, залегшие под глазами девушки. Идти далеко, я ранен, а ты больна. Рядом выше по течению есть рыбацкая деревня, нужна лодка. Жди здесь, я вернусь до полудня. Мэй? Поняла. Плохо выглядишь. Нелучшие слова от мужчины. Кадзу кратким невесомым движением скользнул пальцами вдоль ее рукава. Так и не коснувшись гладкой кожи, произнес. Не обижайся, строгая. Я спрашивал, как чувствуешь себя? Сносно. Мэй немного смутилась. Он усмехнулся, но усмешка в этот раз вышла не злой, а хорошей и мягкой. Ниндзя молча направился по берегу реки. Мэй проводила его взглядом. Надеюсь, он быстро вернется. Как есть хочется. Больше суток не рисинки. Не рисинки. Тяжело раскашлившись, она присела у слабо тлеющих углей и подкинула дров. Через время на воде показалась лодка. Над бортами размеренно взлетали весла, рассыпая искрящиеся в утренней свете капли. Как быстро, да? Он просто спер ее или что? Тогда наткнулась носом в берег, Кадзо вылез. Иди, помогу сесть. Камни мокрые и скользко. Он подал руку. Мэй оперлась на жесткую, неширокую ладонь. Синоби придержал ее. Девушка легко забралась в лодку. Кадзо проявил большее внимание благодаря... А, сделано выбором заранее. Удобно? Угу. А-а-а. Ну, потеплее к нам относится. Сидя на носу и рассматривая неспешно проплывающий пейзаж, Мэй ела рисовый шарик. Оказалось, помимо лодки, Кадзо обзавелся нехитрыми припасами. Одеяло, маленький крючок с тонкой веревкой, котелок, немного еды и тыквенный фляг. Ничего себе ты! Воришка три тысячи, блин! Даже раненый, простите! Течение несло посередине реки. Отложив весла, Кадзо посмотрел на чуть взбодрившуюся девушку. Протянул ей грушу. Она, взяв спросила... Ты только из тюрьмы. В тайнике были деньги, а откуда это все? Она кинула взглядом их небольшое судно. Уверена, что я заплатил? Честно, я что-то не уверена, что он заплатил, но, наверное, и воровать столько он бы не стал. Как бы Синоби не козлы, хоть и наемники, нет? Не думаю. Почему? Да Синоби про вас такое рассказывают. Кража лодки как-то мелко для тебя. Он удивленно приподнял бровь. Все так. Да, в мешке было несколько монет. Ниндзя лег на дно, подложив руки под голову. Устанешь или увидишь кого-то, разбуди. Мы посчитала, он уже спит, когда Кадзо произнес, не открывая глаз. Умная, сложно тебе жить будет. И что бы это значило? Они плыли на юг. Ну, опять-таки, вообще-то, да, не думай, что гейши и должны быть умными. Они, собственно, тупыми и не были никогда. Иначе, знаешь, кто захочет общаться с идиоткой. Зачем тебе такая спутница? Еще и деньги за нее платить, если она даже разговор поддержать не может, и даже головой ничем не думает. За время обучения в школе гейш, Мэй, конечно, видела карту империи и учила географию. Однако, кроме города, в котором выросла, мало где бывало. Живя в Акии, я ни разу не покидала северную провинцию. Если мы и дальше будем двигаться по реке, то пересечем границу и окажемся в Южной, в землях, откуда меня забрали. Можно сказать, я возвращаюсь домой. Только спустя столько лет это неправда. Возможно, когда-нибудь окажусь на восточных островах. Узнаю, так ли красиво их гавани, как говорят. Возможно. Возможно. Хотя, я думаю, нас ждет тысяча и одна проблема, так что... Вечером пристали к длинному узкому острову, делившему реку на два рукава. Бледность на лице Мэй сменила румяне с жара. До утра останемся здесь. Холодно, ты простужена, нужен огонь. Он разложил костер. Грейся. И ушел куда-то вдоль кромки воды. Вот и куда он молча. Не, ну он что-то высматривает, очевидно. Девушка плотнее запахнула воротник. Или, может, не привык к компании, хочет побыть один. Вернулся ниндзя не с пустыми руками. На листке лопуха лежала горка мидий. О, будем шарить. Да, умеешь? Я Майко, то есть гейша, а не кухарка. Ясно, значит, еда будет не очень сытная, зато... Значит, еда будет не очень сытная, зато невкусная. Что? Будет не очень сытная, зато невкусная. Наверное, так и должно быть написано. Никакой ошибки, конечно, здесь нет. Я думала, он имел в виду, зато еда будет не очень вкусная, но сытная. Майя, улыбнувшись, призналась. Тофу хотела научиться делать. Нравится очень, но в Акее было все время чем-то, чем заняться. Кадзу покачал головой. Что? Все кицуны любят Тофу. Любой ребенок знает. Слово, превратись ты в лисицу, замерзло бы меньше. Не знаю, как это сделать. Доснав ножом, принялся открывать раковина. Я могу либо то, либо то? Ты слышала легенду о мидиях и богине солнца? Или почему на свадьбах подают суп из мидии? Давай вот это вот. Почему на свадьбах подают суп из мидии? Вот это интересно. Там подают такой суп? Ты не бывал на свадьбах и даже не слышал об этом? Нет. Хм. Створки раковин очень трудно открыть. Поэтому мидия символизирует двух любящих людей, неразрывно связанных друг с другом. На островах ни одна свадьба не обходится без супа из моллюсков. В столице реже, а у нас традиция тоже прижилась. Тебе интересно? Да. Он готовил... Пока готовился немудренный ужин, она продолжила. Также на островах не пользуются красными чернилами. Считается, если написать имя-имя человека, то его постигнет несчастье или даже смерть. Именно врагов не пишут? Не знаю. Еще какое-то время Мэй развлекала Кадзу беседой. Затем они принялись за еду. Ну, что, мидии тоже вполне себе еда. Из-за простушенного горла и насморка, ни вкуса, ни запаха девушка почти не ощутила. Аппетита не было, но ниндзя заставил съесть все. Ну, естественно. Иначе откусил им взяться. Такая оглушительная тишина. С ветки дерева сорвался пестрый лист. Подхваченный ветром, кружась на в осеннем танце, меркнул в свете костра и исчез в темноте над рекой. Летит, держась в небе, но уже потеряна связь с корнями и неизбежно упадет. Когда? Я этот лист. На следующий день в Мэй стало значительно хуже. Ой, блин. Дальнейшее плавание для нее прошло в воспаленном бреду. Кажется, в какой-то момент девушка попросила Кадзу. Не бросай меня. Но это могло быть лишь горячечным сном, как и его ответ. Не бойся. Да-а-а, ну, ей нужны антибиотики, которых в то время, знаешь, и в помине не было. Видимо, она очень сильно простыла. Мэй пошевелилась, заслоняясь рукой от луча солнца дразнящего ресницы. Прислушалась к ощущениям. Я человек. Это уже прекрасно. Открыла глаза. Она лежала в протопленной комнате, накрытой одеялом. Спиной к постели, растирая в ступке что-то пахнущее травами, сидел щуплый старик. Ощутив взгляд девушки, он повернулся к ней и скрипучо поприветствовал. Здравствуй. Господин. Можешь звать меня дедушка Чонган. Сядь. Старик поднялся, опираясь на палку. Куда это он, интересно, меня привел вообще? Прошел к очагу, снял с огня чайник. Наполнил чашку, добавив туда немного содержимого из ступки. Видимо, какое-то травяное лекарство от простуды, скорее всего. Пей, это поможет. Ей пришлось постараться, чтобы не морщись проглотить напиток. Да, гадость на вкус, выпей все. Удовольствия часто вредны, а полезны и неприятны. В мире так устроено для равновесия. Мои имя Мэй. Знаю, Кадзу сказал. Девушке, как сквозь туман, вспомнился незнакомый каменистый берег, темный лес, горная тропа. Кажется, Кадзу нес меня, еще был какой-то грохот. Мы добрались. Много времени прошло. Исключая общую слабость, Мэй чувствовала себя совершенно здоровой. Дышалась легко, ни голова, ни горло совсем не болели. Ломоты тоже не было. А что за снадобье? Хорошее, сам едва простужусь, принимаю. А название тебе ни о чем не скажет. Он распахнул окно, впуская в комнату свежий воздух. Болезнь духоту любит. Ну-ка, мы проветрим. Наверное, не знаю. С улицы донеслись голоса. Нет. Упрямый. Говорил, подумаешь. Подумал, нет. Чем меньше она здесь увидит, тем лучше. А, мы в деревне Синоби все-таки. Голос Кадзу стал раздраженно шипящим. У нее жизнь перевернулась за несколько дней. Ни единого слова жалобы. Не говори, что тебе ее жалко. Дух сильный и необычная. Да, Китсуне. Она помогла. Больная, укрыла раненого в лесу от погони. Потому еще жива. Чуган бросил на Мэй веселый взгляд. Потом высунулся наружу и грозно забраванив палкой по стене, бирюзливо закричал. Все горы вокруг вас должны слышать? Расшумелись. Разговор прервался. Кадзу из-за меня с кем-то ругается? Ерунда. Он махнул рукой. Подумаешь. Мужчины из-за красивой девушки ссорятся. Обычное дело. Мне нравится этот старикан просто. Мэй смутилась. По-моему, они не поэтому. Старик ответил хитрой улыбкой. Хе. Не важно, что они говорят. Ты в суть гляди. А слова люди половину слов вообще зрязно произносят. Не бойся, это не ссора. Перебранка они, друзья. Спор за окном возобновился, но уже намного тише. Прислушаться. Кадзу, как ты позволил себя взять? Нашел логово Джиро Кривого. Что это за Джиро Кривой такой? Выполнил заказ. Он один нигде не появлялся, сам помнишь. Пришлось прямо там разобраться со всей его бандой. Ранили. Решил отлежаться немного. И? Самураи тоже узнали, где прятался Джиро. Застав меня среди трупов, решили, что я из банды. Повезли в обычную тюрьму. Я ждал, когда палач начнет допрашивать. Впыточные с ним наедине оставляют. Пристегивают плохо, глупые. Выбить сустав и... Можно вырваться. Попытаться убежать. Мы все простила. Ясно. Кадзу могли... Кадзу. Могли понять, кто ты. И отправить в замок Даймё. Там не такие ротозеи. Ну, тоже верно. Бесцветный ответ заставил девушку содрогнуться. Тогда не тянул бы, убил себя сразу. Повисла небольшая пауза. Неплохо там у них разговорчики. То есть они... А, они... Его удалось, собственно, выбраться только из-за того, что вообще, ну, как бы... Они не поняли, что он синоби. Ой, дуральчики. Ой, не могу. А что, отличительные черты, что ли, у них никаких нет? Ну, да. Если они синоби, наверное, они вряд ли будут себе лепить на лоб, типа, я опасный ниндзя. Это, наверное, плохая мысль. Повисла небольшая пауза. Так ты поможешь ей? Старик бросил на Мэй проницательный взгляд. Пойду я. Ты подожди тут, пока одежду принесут. Он направился прочь из комнаты. Чей это дом? Мой. Девушка склонилась в глубоком почтительном поклоне. Мэй осталась одна. За окном шумел. Лишь шумел ветер, запутавшись с кронок деревьев. Вскоре раздался стук. В дверь вошла незнакомка. Добрый день. Это должно подойти. Она положила у порога стопку одежды, вышла и тут же вернулась с кувшином и зеркалом. Благодарю. Азуми. Мэй. Кадзу ждет тебя на улице. В ее взгляде застыл отблеск неприязни. Несмотря на это, девушка опустилась на колени, коснувшись руками Пола, произнесла. Спасибо, что помогла ему. Он тоже. Азуми, не проронив, больше ни слова удалилась. Ну и ладно, господи, все ко мне так относятся, прям я не знаю, я ничего плохого не сделала. Вновь одевшись, оставшись одна, Мэй оделась. Наряд из Южной провинции. Красиво как. Ну и ладно, пожалуйста, мне это не жалко. Просто как-то странно. И вышла из дома, вся такая красивая. Наконец-то, кстати, причесочку поменяли, все поменяли, уже пора было переодеться. Мэй. Ой, ты волосы распустил. И вот сепкий взгляд пробежал по ней. Неясно, то ли беспристрастно фиксирую изменения, то ли любуюсь. Здравствуй. Познакомилась с Чонганом? Да. Он классный, мне он нравится. Он сказал, ты в порядке. Девушка кивнула. Идем. Блин, у вас тут красиво. Загородно всегда лучше, чем в городе, честно говоря. Двинулась по тропинке, огибая стороной другие дома. Запустения не было, однако мы никого больше не заметила. Тут удивительно красиво. Я не представляла, что деревня может так выглядеть. Так, как твоя рана, Азуми Синоби? Да, был грохот. Грохот. По сути, по пути сюда есть водопад, возможно, его шум. Как твоя рана? Кадзу покосился на нее. Зачем тебе это? Допустим, мне не безразлично, или это всего лишь вежливость? Он улыбнулся. Затянулась. Тут есть редкие лекарства, сильные. Класс, я поняла. Блин, хорошо вам. Чонган сказал, у тебя хорошо получилось зашить. Куда мы? К колдуну. Слышала наш разговор? Не все общий смысл я уловила. Он дзззззонин. Что? Глава клана. Ясно. Ой, как красиво, блин. Они вышли к обрыву, у которого стоял мужчина с необычным цвет... Цветом волос. Он ждет. Ты разве не со мной? Нет, так лучше. Кадзу направился обратно. Ну что, самое время очаровать этого мужчину, чтобы он нас отсюда пинком под зад не выгнал, да? Ого! Необычный цвет волос, седой, интересно. Человек смотрел куда-то вдаль. Когда девушка приблизилась, то заметила плотные повязки на кистях его рук. Бинты? Приветствую, Мэй. Господин. Мэй отметила, что его голос звучал более доброжелательно, чем при разговоре с Кадзу. Обращайся ко мне, Такао. Она поклонилась. Для меня большая честь познакомиться с тобой. С вами, какой с тобой. Ты что, с ним на ты разговариваешь? Совсем с ума сошла. Дзюнин ответил наклоном головы. Ты боишься? Нет. Это правильно. Ты помогла одному из членов моего клана, и я с уважением отношусь ко всему, кому от природы дана магия. А, ну так вот, почему он меня не выкинул и не отдал им обратно в виде лисицы? Ну, понятно. Пока не придашь наше доверие, твоей жизни ничего не угрожает. Она еще раз поклонилась. Я бы не стала их доверие предавать. Знаешь, мне кажется, если ты предал их... Ты только предашь их, и все, и сразу ты мертв. Через 10 минут, я думаю. Ты сказал, кому от природы дана магия? Например, кицунэ. Я не могу быть ведьмой. Девушка холодно продолжила. Отказываюсь. Нет. Я не могу. Назовись кому угодно. Слово ничего не изменит. Но разве это возможно? Это очевидно. Господин Токао, хотите сказать, я не человек? Хорошо. Как снять это проклятие? Почему я ей стала? Ими не становятся, ими рождаются. Я была обычной девушкой. Нет, ты всегда была лисой. Не понимаю. Я пока тот же. Кадзу рассказал в общих чертах, что видел сам. Чтобы разобраться, я должен знать о тебе больше. Что именно произошло? Как? Что предшествовало? Делать нечего. Придется открыться. Может, он все-таки ошибается. Она начала говорить. Это было неловко и странно. Рассказывать о себе совсем незнакомому мужчине. Дзюнин кивал. Иногда что-то уточняя. Сложнее всего было описать, как прошло первое превращение. Мэй сбивалась и замолкала на полусловие. На первую дай-то как-то неловко говорить об этом. Однако Токао оставался невозмутим. Его явно интересовало лишь проявление облика лисицы. И смущение в итоге исчезало. Смерть Сумика не вызвала любопытства главы клана. Хотя масштабу облавы он удивился. Единственным, о чем девушка умолчала, была встреча с жутким существом Уакия. Зря, кстати, вообще-то. Может, он знает, кто это. Ты чего? Лучше не упоминать. Иначе точно выгонят, чтобы я какую-нибудь беду не навлекла. Выслышав, он задал пару вопросов о детстве. И затем ненадолго задумался. Не могу утверждать. Вероятно, дело в эмоциях. А что раньше этого не произошло? Прежде тебе приходилось так долго и так сильно беспокоиться. Полагаю, череда событий, поездка за кимоно, встреча с самураями, дебют, боязнь не оправдать надежды наставниц и прочее в совокупности заставили тебя испытать серьезное волнение. Тревожное состояние достигло того предела, когда стало достаточно небольшого испуга. Упади рядом с тобой кусок черепицы, с крыши эффект был бы тот же. Желание сбежать, укрыться, страх, ощущение безвыходности пропудило в тебе защитный инстинкт. Ты стала лисой и вернулась в родное тело, более ловкое, быстрое, тело, в котором больше шансов спастись. Обвал подземного хода, и ты вновь превратилась, засыпая и успокаиваешься, возвращаясь в привычный для себя человеческий облик. Как же так? От этого не избавиться? Нет. Нужно объяснять, кто такие китсуне? Ну, хотелось бы вообще-то. Она смогла ответить не сразу. Да. Лисы-оборотни в основном живут в тихих деревнях, а чаще вообще в лесах. Умные, хитрые, мудрые создания, умеющие превращаться в людей. То есть я не человек, умеющий превращаться в лисицу, а лисица, превращающая человека в офигенные новости. Владеет искусством магии, связанной с огнем и иллюзиями. Некоторые китсуне живут сотни лет, порой заводят общих детей с людьми. Со временем, по мере взросления и приобретения опыта, китсуне набирают силу. Может измениться окрас шерсти, у некоторых становится больше хвостов. Два, затем три, четыре и так далее. Много хвостов? Совсем не подозрительно. По преданиям, их бывает до десяти. Могущество таких лис сравнивают с божественным. Не понимаю. Я помню детство, обычное детство. Очевидно, когда была щенком? Ребенком. Тебе кто-то помог стать человеческим дитя. И ты осталась в этом теле до многих годов. Сама бы ты не смогла превратиться. О-о-о, то бишь. Я все-таки всю жизнь была лисицей. Но почему-то меня кто-то помог обратиться в человеческую форму и остаться в ней долгое время. Блин, а это интересно. В сказках кицына усдают по хвосту, торчащему из-под кимоно или лисьим ушам. У меня ничего такого не было. Насколько мне известно, это проблема юных оборотней. Они плохо изменяют облик. Некоторые части тела порой остаются непреображенными. Так как мне-то удалось выглядеть обычной девушкой? Ты выросла в человеческом теле. Оно для тебя более привычно, чем родное, абсолютно комфортное. Пожалуй, ты еще несколько лет могла бы ничего не заподозрить. Оба или хотя бы один из твоих родителей тоже кицуне. Мой отец простой деревенский кузнец, а мать... Умерла, когда я была совсем маленькой, я ее не помню. Он бы сказал. Такао многозначительно промолчал. Я йокай? Зло? Решай сама. Я не могу контролировать свою магию. Этому несложно научиться. Девушка низко слонилась, не поднимая глаз, проговорила. Господин Такао, ты уже много мне... Вы уже много мне рассказали, блин, Мэйну. Простите больше, мне простительная наглость. Но мне больше не к кому обратиться. Прошу, объясните, как это делать. Он заговорил после короткой паузы. Одного контроля недостаточно. Ее нужно развивать, оттачивать. Я просил называть меня просто Такао. Вспомни. Были необычные ощущения, когда в конюшне появился дым, головокружение или, возможно, зачесалась рука. Рука зачесалась. Слабость я упала. А раньше что-то случалось. Девушка кивнула. Да, у стражника фонарь неожиданно погас. Странно и вовремя. Ладонь тогда начала зудеть. И когда пробиралась в тюрьму, тоже я не придала этому значения. Легкие покалывания, зуд, мурашки – это обычная реакция. Со временем ты привыкнешь, и это не будет отвлекать. От чего? От волшебства, разумеется. Любое взаимодействие с магией отнимает определенные силы. Заметь, превращение тоже. Ты была слаба, поэтому упала в конюшню, а затем потеряла сознание в подземном тоннеле. Позже объясню больше. Сейчас у тебя слишком много посторонних мыслей и плохая концентрация. Тебе нужно отдохнуть. Ты еще не восстановилась. Я прекрасно себя чувствую. Такао посмотрел на девушку с сомнением, но все же кивнул. Наклонившись и подобрав сухую веточку, подошел к одному из камней, положив ее сверху, вернулся к Мэй. Смотри и покажи мне то, о чем думаешь. Не понимаю. Голос главы клана стал тверже, требовательнее. Сосредоточься на возникшем образе. Мэй послушно уставилась на ветку. Ладонь кольнула невидимая игла. Больше ничего не происходило. Она была живой когда-то. Обычная суховетка будет хорошо гореть. Шла бах, и она сейчас загорится, да? Ааа, ну все понятно. Волшебство! Несколько мгновений дым развеялся, так и не родив пламени. Не ослабляй внимание. Сконцентрируйся на своем желании. Представь, как оно исполняется. Это легко, ты можешь, не теряй контроль. У девушки зачесалась рука. Ну ладно. Мэй не отрывала взгляд от камня. Чувствуя, что от ней... Что у нее получается, улыбнулась. Гори, блин! Давай! Ну! Еее, она загорелась! Ну! Я волшебница! Дзюнин коротко кивнул. Хорошо, пока достаточно. Девушка встряхнула рукой. Спасибо за урок, Такао. Поклонилась. Неожиданно его взгляд стал напряженным, пронизывающим. Глава клана несколько раз сжал свои тонкие пальцы в кулак. Позволишь? Что? Мужчина деликатно обхватил другое ее запястье и всмотрелся. Мэй застонала ладонь, будто катили кипятком. Такао! У тебя знак. Что? Какой знак? Чего? Какой? О чем? А-а-а! На ладошке? Ну, допустим. А-а-а! Ну, ладно. Я думала... Блин! Вот теперь прям самое интересное началось. И, конечно, ждите при следующем обновлении. Вот это дело! Блин, ну и как вам? Пишите. Очень круто. Мне очень понравилось. На самом деле. Просто обалденно! Я думаю, что к концу первого сезона все прям раскрутится. Пока очень... Не спеша мы реально к этому шли, но теперь прям... Прям ощущаю экшон, короче говоря. Так что обязательно пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Не забывайте, конечно же, подписываться на мой второй YouTube-канал. Стримимы эфирами, стримами. Ссылочка есть в описании. Отдельное спасибо спонсорам канала. Ну, а мы с вами увидимся в других роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok